это у нас кузьминский суд дело святой дживилинии как она закончилась я не знаю чем там на самом деле он мотивирует можно ли использовать это дело не видимо не в дживили не а в этих уроках политинформации судя по тому что ну самая главная часть заседания это показания классно-непроводители которые неоднократно говорила что это очень важное занятие по решению президента вся суть дела видимо в этом выражается нельзя было поставить под сомнение обязательность этой инициативы как вам процесс будете ли вы посещать дальше уроки о важном то есть ваша дочь напугали меня напугала в сентябре меня пугала не неизведанность у той же татьяна владимировна и классно руководительница варит я спрашивала дайте мне календарный тематический план она не дала отправила меня на сайт а на сайте там в рабочей программе был тематический план причем с такими с пробелами где-то не было название уроков в отсылках на ресурсы там было написано вставить здесь ссылку на ресурс то есть сама ресурсы не было скажи нам что ты обо всем об этом думаешь варят собственно что еще интересного или есть вообще что-то интересное на уроках о важном а по поводу святой дживелины ты веришь такую святую а кто тебе рассказал можно такого прозвать можно откуда ты узнала о святой дживели не что это за святая не мама потом нет но когда она поставила мы не знали кто это такая это нам рассказали вот мжельская и и компания что это оказывается святая дживели на противотанковая установка или как там она но мы даже не выучили до сих пор то есть когда это все ставилось в августе в сентябре мы не знали что такое не видели что там написано я варе спрашиваю ты видела говорит нет но сама девочка цвета и все в общем моему ребенку нравилось я не была против просто что не при обыске искали в вашей квартире я знаю что вот эшник который был составе он первым делом побежал на балкон что он там хотел наживили что он там искал может быть вы знаете когда они все пришли я очень боялась того что они мне что-нибудь подбросит реально у меня реально были такие мысли я пыталась их всех держать в поле зрения то есть они разбежались по квартире разные стороны искали в тот день по разговорам их и в отделе полиции и у нас дома мне было понятно что они хотят составить на меня протокол по статье 23 3 и они друг с другом переговаривались ну что ну что проверяли телефон вот который у меня был то есть просили показать в отделении полиции чаты приложения задавали такие провокационные вопросы про политику пресс его потом дома они просто у меня отобрали телефон нашли ноутбук открыли ноутбук и уже вот так вот комментировали сейчас все будет сейчас мы напишем но в итоге они фотографировали у нас шторы в детской желтого цвета желтого голубого какое совпадение еще такой смешной момент был вот на мне то есть я из дома утром выскочила буквально там когда мне полицейская позвонила на дело на себя первое что там вообще попалась под руку такая домашняя какая-то одежда была спортивная и мы когда уже домой пришли вечером я помню мне было жарко у меня такая ярко-голубая кофта на молнии я так ее расстегиваю у меня под ней желтая майка обжаловать будете решения конечно